Аминь, аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит на седьмой беседе, на второе послание к Тимофею о сребролюбии. Может ли быть благодарным сребролюбец? Кому будет он воздавать благодарность? Никому. Он считает всех своими врагами, желая у всех отнять все. Хотя бы ты отдал ему все свое имущество, он не изъявит тебе никакой благодарности, но будет досадовать, что ты не имел большего богатства и не сделал его обладателем большего. Хотя ты бы сделал его владыкой вселенной, он не изъявит тебе благодарности, но будет думать, что он ничего не получил. Его желание ненасытимо, потому что это болезненное желание. А болезненные желания всегда таковы. Как страждущий горячкою никогда не может напиться, но постоянно чувствует жажду и никогда не насыщает неутолимого желания пить, так и одержимый страстью к богатству никогда не может насытить свое желание. И не насыщается никогда, он не будет и благодарен тебе, сколько бы ты не давал ему. Он будет благодарен только тому, кто даст ему столько, сколько он желает. Но этого никто не может сделать, потому что желание его безмерно, посему он и не может быть никому благодарным. Нет человека столь бесчувственного, как корыстолюбец. Он враг всей вселенной, он досадует, что существуют другие люди. Он желает, чтобы везде была пустыня и чтобы он один обладал всем. И многое подобное думает он. О, если бы, говорит он, случилось в городе землетрясение, и все были бы поглощены землею, а я один остался бы, и взял бы, если возможно, имущество всех. О, если бы наступила зараза и погубила всех, не коснувшись золота. О, если бы случилось наводнение или разлив моря, и множество подобных мыслей держит он в уме. О доброй мысли не одной. И желает только землетрясений, пожаров, войн, моровых ясв и тому подобное. Но скажи мне, жалкий, несчастный и презреннейший всякого раба человек, если бы все сделалось золотом, то не лишился бы ты золота, погибнув от голода. Если бы случилось землетрясение, то при разрушении вселенной погиб бы и ты со своей пагубной страстью. И если бы на земле не стало людей, то некому было бы и приготовить нужное для твоей жизни. Представим, хоть это и нелепо, и невозможно, представим, что все люди во вселенной вдруг исчезли, и их золото и серебро, само собой, перетекли к тебе. И все их богатство, золото, серебро, шелковые одежды, золотые вещи, само собой, перешло в твои руки. Какая будет тебе польза? Тогда скоро постигла бы тебя смерть, потому что не стало бы ни хлебников, ни земледельцев. Умножились бы дикие звери, и бесы овладели бы твоей душой. И теперь обладают ее многие бесы. А тогда они свели бы тебя с ума, и скоро погубили бы. Нет, скажешь, я не хотел бы этого. Пусть будут и земледельцы, и хлебники, но и они должны будут издерживать на себя что-нибудь. Вот нет, я не хочу, чтобы они издерживали. Так ненасытима эта страсть. Что может быть ее смешнее? Видишь ли, нелепость. Он хочет иметь у себя множество слуг и скорбить, что они употребляют и пищу, и тем уменьшают его имущество. Неужели, скажи мне, ты желаешь, чтобы люди были каменные? Все это смешно. Это волны, буря, вихрь, треволнение и великое смятение в душе, которое постоянно алчит и постоянно жаждет. Не достоин ли такой человек, скажи мне, сожаления и слез? Если телесная болезнь, вызываемая врачей, ненасытностью, когда человек, принимая множество пищи, не перестает чувствовать голод, не достойна ли слез такая же болезнь в душе? Подлинно, в сребролюбии есть ненасытность души, которая поглощает много, но никогда не удовлетворяется и постоянно мучается желанием. Если бы нужно было принимать черемицу или испытать что-нибудь в тысячу раз неприятнейшее, чтобы избавиться от этой страсти, то не следует ли охотно решиться и на это? Нет такого обилия богатства, которое могло бы наполнить ненасытимое чрево. Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Аминь.